Тренчарт Лайк ФМ Тренчарт Лайк ФМ Тайго Егор Нац Есть парень Это пока нами не замечено Все остальные предыдущие Всех знаем Со всеми общались Все были А вот Егор Ну-ка поподробнее Егор Нац Это очень крутой парень У него такие тоже Лиричные треки Вот И у него есть такая песня Хочу к тебе Я просто хочу к тебе Вот это вообще просто Бомбовый трек Поэтому послушайте обязательно Очень крутой парень Это все мальчишки Девчонки Девочки Из девочек Кого я слушаю Ну да Может быть с кем дружишь Из девчонок Из девчонок Люська Чеботина Вот Дружим с ней Кто еще у нас Из девочек есть Блин Я забыл Как ее зовут Господи Ты нам опиши Мы В описании внешности Пытаемся понять Кого ты имеешь ввиду Она типа Поет Что-то там Ну да Это обычно в глупых Поставьте мне вот это И ты угадываешь Поставь мою пластинку Гривина что ли Даша Даша Гривина Все верно Я хочу так хочу Да Мне просто нравится Что в ней Есть такой Секс Понимаешь Типа слушаешь И прям ты такой Ух Что-то нормально Что я возбудился Ну типа у нее Очень сексуальный голос Типа того Это русские Из западного Что-нибудь Прилетает в твой плейлист Карди Би Конечно же О детка Да Она мне нравится Ее орешки Мне очень нравятся Ну не только орешки Но и как бы Ее потенциал А у него Очень большой потенциал Ее альбом Напомню Признали лучшим альбомом Прошлого 2018 года Да И она Уже разводится С офсетом Вот Сука Мигасы Которая группа Вот они разводятся Вот недавно читал новость Что они там Где-то были на острове Короче Были замеченными Мне просто нужно было Расслабиться В этот момент После сообщения о разводе У Ган Веста Вспыхнули глаза В общем Готовься Подбивайся К свободной Карди Би Клинии Да Друзья Для вас хорошая музыка Которую мы старательно Отбирали Для Трендшарта Трендшарт Лайк ФМ Лайк ФМ Трендшарт Лайк ФМ Продолжается Тем кто к нам Совсем недавно Присоединился Рассказывая В гостях у нас сегодня Ган Вест Эй 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 Варап Варап Ган Вест В Трендшарте Мы обсуждаем Тренды не только музыкальные Но и Тренды в одежде В том числе Ты пожалуй Один из самых ярких Представителей Современной культуры Сейчас да Во всех смыслах Во всех Но признайся честно Ты же отхватывал От бабушек У подъезда Ну слушай Были моменты Такие Не от бабушек Я когда только-только Вот С первым треком Стрельнул Что-то У меня тогда уже Такое резкое было Преображение В образе И когда я ехал На метро Обычно Были такие Моментики Всякие Взрослые мужики Там что-то Эй Уйди Встань Что-то такое Ну просто Потому что Типа Я как-то ярко Выгляжу И я дрался Пару раз Помню Метро Да Пару раз Дрался Метро Я прям Короче Такой Сразу залетел С ноги Я такой Типа Знаешь Я спокойный парень Но если Меня разозлить Я просто С ноги Залетаю В него Короче Меня Оттаскивает Нас И так было Пару раз Вот Ну а так Обычно Что-то там Косятся Типа знаешь Такие смотрят Такие типа Что-то там Шушукаются Ну это На этом и заканчивается А что прям Такого Негодяи Вот наркоманы Такого не было Слушай А есть такая Вот строчка В твоей биографии Ты работал Ведущем в клубе Да Семь лет Семь лет Это стаж Я думаю Что пора Такой актордовой книжке Прописывать Семь лет Работы ведущим Мне кстати Это очень Помогает На концертах Ну смотри Ты работал только В клубе Или это были Стандартные там Свадьбы Корпоративы Было дело Были грешки Ну вот вопрос Смотри Тогда у тебя еще не было Всех татуировок Правильно Когда ты работал ведущим Или уже были На теле чисто были На лице не было Только на теле Ну я просто сам С Казахстана С города Актау У нас очень сложный Менталитет Допустим В Алмате В Астане Там уже люди Обрусевшие Ну то есть Они уже По современности Да больше А у нас все равно Люди еще такие Более такие Типа 90-х Такие все По понятиям Короче вот И они так Шарахались Но хотя на самом деле Ну как бы Не так тогда резко Выглядел У меня был там Пирсинг Татуировки на теле Были Что-то там Джинсы всякие Рваны Ну такой образ был Не такой конечно Такого плохого мальчика Такой Бэт бой Бэт бой Да бро Бэт бой Ну типа Не знаю Ко мне просто там Привыкли Обычно Обычно там Даже за это И там Доплачивали Или нет Ну они тоже доплачивали Фоткались И мне было интересно Они меня даже приглашали Просто потому что Я вот такой там Был яркий Один единственный Такой на весь город Да да Таких мало там было Ну никто не рисковал Просто здоровье Было важнее Чтобы так говорить Ты Как ты пришел К такому образу То есть Когда это все Начинало появляться Тогда же Не было этого всего Это сейчас там Да уже каждый второй рэпер Вот примерно так выглядит Но тогда этого не было Как ты свой образ придумывал? Слушай бро Я с пяти лет слушаю рок-музыку Вот Да С пяти лет слушаю рок-музыку Очень люблю Ози Осборна До сих пор слушаю Слепнот Мерли Мэнсон Ну как бы и тяжелый металл И альтернативу слушаю Ну в общем загоняюсь по рок-музыке И как бы это и отслеживается По-моему сейчас стиле То есть я всегда хотел быть рок-звездой Как бы С самого детства И ногти красил тогда тоже Мелкий был у мамки брал Лак За ногти кстати Вот отдельный респект Потому что Это прямо то же время Когда PlaySibo И другие группы Когда все накрашены ногти Я когда увидел твой образ Подумал ну вот Вот это все возвращается опять Да Ну слушай бро Зарубежные исполнители Хип-хоп-рэп исполнители Допустим Post Malone Абсолютно Тайдала Сай Они тоже красят сейчас ногти Ну допустим за рубежом Это уже ну нормально Я в России первый Я могу смело сказать Я первый И кто сейчас это будет делать Это просто повторение за мной Ты можешь на хайпе Ты можешь на хайпе Открыть Как это Салон Маникюрный салон для мужиков Легко вообще Записывайтесь друзья Пока слушаете треки Трендчарт Трендчарт Лайк ФМ Лайк ФМ Трендчарт Лайк ФМ В гостях у нас сегодня Ган Вест Эй 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 Я все жду Ты читаешь трек Сликом какой-нибудь Вот так вот После приветствия Особенно когда в начале В треке говорю Вот эту фишку Эту 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 Что ты говоришь Я читал Вопросы у тебя А в инстаграм Люди спрашивают Что он там говорит Слушай бро Это такая некая история У каждого артиста Должен быть свой уникальный длиб Так Ну то есть узнаваемая фишка Там кто-то там Эйкает Еще всякие делают Фишки Ну в основном Западные Да артисты У русских мало Это проскальзывает Но сейчас Ну из новой Именно школы Ребят Я слышу Эти фишки Всякие разные Я короче Записывал Как раз таки Звезда Патрек А что там Мы на студии сидим И этот мне Звукарь говорит Типа Слушай А давай какие-нибудь Эти длибы сделаем Типа Вот эти всякие Шкуры Муры Вот Я такой И что-то просто Тупо начинаю крыхтеть И мы это записали Короче И он Мы начинаем слушать Он говорит Слушай чувак Это же охрененно Давай оставим Я такой Давай И все И все Это стало моей фишкой Я всегда это делал Это тупо Это набор звуков Нету ничего То есть не нужно Искать расшифровки Да Просто тупо Набор звуков Но теперь это уже Мой Твой набор звуков Да Слышишь вот эту штуку А Ганвест Ну типа знаешь Ты вот допустим По голосу можешь понять Что это тот Определенный артист Даже если вот ты Слышишь Снупдог где-то играет Ты даже без названия трека Поймешь что это Снупдог И так же там Ну любой такой артист И вот как бы Меня слышат Вот эти всякие приколюхи Ну у меня сам голос Такой своеобразный Поэтому как бы Типа сразу узнают На одном из ресурсов Я прочел Что до того Как ты вот так прям Профессионально увлекся музыкой Ты прошел кучу конкурсов Ты считал Сколько всего Конкурсов У тебя за спиной Я тебе сейчас даже расскажу Как все было Ну давай 2015 год Первый мой кастинг Я приезжаю в Москву Так Молодой, зеленый Еще из Актау приезжаешь Из Актау Да Билеты дорогие Блин в Москву ехать Для меня это По карману било Очень сильно Я приезжаю Кастинг Молодая кровь Блэкстар Оу первый Эй Я если честно У меня 15 уже второй Уже второй кастинг Молодая кровь А да Первый был тогда Раньше был Натан был Да Это вторая Да Вторая Скруджи Эти Ребята Вот Я приезжаю Короче Горя Блэкстар Я так хотел На Блэкстар Попасть Ты не представляешь Я прям думал Каждый день об этом Я приезжаю Мы с девочкой Приехали вдвоем Она пела Я трэпчик читал Вот И мы на первый этап Попали Короче И все Нас хотя бы Минуту послушали Там короче Минута давалась И ты минуту Как бы что-то там делаешь Люди были 10 секунд Понимаешь И их просто все Типа пока Ты прикинь Чувак там С Ташкента прилетел 10 секунд Ради 10 секунд Да И просто типа Лучше бы я остался Таксистом работать Чем когда приехал Столько денег потратил Вот Поэтому как бы Ну я как бы На этом не закончил Как бы такой Ну ладно Думаю Пойду другим путем Устроить к ним Магазин одежды Хоть как-то Работать на Blackstar Ну да Слушай Ну ты когда к ним Устраиваешься туда работать Ты уже имеешь Какой-то Прямой Прямую возможность В офис Ну в офисе Знаешь Так люди приходят на радио Да Быть хотят ведущими А приходят там типа Писать тексты Там какими-нибудь редакторами А потом говорят Ой, а можно мы почитаем Новости в эфире Да, да, да Его то же самое Приносил свою флешку Постоянно показывал Там нужно это исправить Нужно то исправить Ну и так год проработал Короче И потом К себе на родину Обратно уехал У меня был отпуск На две недели Ну октау Ну октау это такая Штука Если ты туда возвращаешься Остаешься Остаешься Это как болото Типа понял Я застрял еще на год Я устроился обратно К себе в клуб Но у меня Я хороший МС-шником был Очень крутым был МС-шником И лучше всех Вот И короче Я там остался на год Еще работал Во многих заведениях Не только в одном Там уже в трех В четырех почти был Там-там разрывался Ну как бы И вот как раз Где-то там И на свадьбе Где-то там И заведение мы открывали Где-то там В ближайший город ездили Вот И получается Потом кастинг Фабрика звезд Короче Вот тоже недавно была И ТНТ песни Я короче Ворвался И туда И туда Я воврался Воврал Ворвался Давай Ну ты меня понял Бро короче Я ворвался Эй Я это сказал Я ворвался Короче туда На фабрику звезд Дробышев я помню Отправил анкету Одобрили Муз ТВ Получается Я приехал Первоотборочно Я прошел Все отлично Замечательно Уехал обратно Приезжаю на второй этап Ну типа Прислали письмо Красавчик Прошел Я возвращаюсь обратно На второй этап И там как раз таки Но Почему сейчас блогеры Все поют Я не могу понять Это отдельный вопрос Слушай Я встретил там Наверное всех Кого видел в инстаграме Каждый день Абсолютно Абсолютно всех И они все поют Короче Я такой прихожу Ладно окей Все ворвался Там Зачитал свой трючок Все таки Дробышев такой прокачался И одна баба Короче Ей что там не понравилось Короче всем все понравилось А ее почему-то голос был решающий Я не знаю почему И типа она такая Нет Типа мне не нравится Я такой Ну ладно И короче ушел Получается Через три дня Вот как раз таки Что-то песни ТНТ были Я туда на эти песни Опять всех блогеров Там встретил Всех каверщиков Которые там Короче Все кого можно Нельзя встретил И там более-менее Какие-то известные Были ребята Ну такие в интернете И я ворвался туда Опять первоотборочная Прохожу На второй И меня опять Сука баба завалил Опять ей что-то не понравилось Опять типа такая Ну это все нормально Ну у тебя здесь что-то там Вот это вот Я такой Ну что так не везет Почему именно что-то Женский пол меня заваливает Очень сильно И сердце мне разбивался Это женский пол Всю мою жизнь И что-то здесь как-то вот Я такой Ну ладно Я не стал отчаиваться И как раз таки Последняя моя профессия Была я барбером работал Стрик Бороды делал Я был охрененным Барбером лучшим И в Blackstar Да Барбершоп Нет Нет Но я думал кстати об этом Но нет Я просто Я тогда работал В барбершопе И жил Чтоб ты понимал Сергий в Посаде Скоропусковский район Это 19 Сколько Сколько 19 Там почти 60 километров Далеко да Далеко И я чтоб ты понимал Каждый день Только 8 часов тратил на дорогу Обалдеть Я уезжал на первой электричке И возвращался на последней И как раз таки Ездил постоянно с бабушками Которые тоже портили тебе жизнь Да Да Они вот этот Скоропусковский район Так как раз таки Надо доехать На автобусе Минут 40 До Сергея в Посад Оттуда на электричке Вот там полтора или два часа Ты едешь Потом на метро Ты еще едешь И потом с метро Ты еще пешкодрапом Там идешь Километр Короче Это был такой Очень жесткий Марафон Жизни моей Вот И я понимаешь Все равно Я болел этим Типа Я не сдавался Я все равно Шел к этому Я Несмотря на то Что не получалось Несмотря на то Что мне говорили Нет У тебя В моем городе Вообще в меня никто не верил Все говорили Да ты ерунда Все смеялись Там было пару Моих друзей Которые До сих пор Мы дружим Очень хорошо И вот Они мне всегда говорят Ну типа Братан У тебя все получится Не парься Всегда были рядом Поддерживали Вот Как раз таки Я диджей В котором мы Диджей Тим Вот мы с ним Вместе работали И вот Тимка Меня постоянно поддерживал Говорил все получится Ну и конечно же В первую очередь Моя мама Всегда моя мама Все это видела Болела этим Переживала вместе со мной То есть моя мать Это вообще великий человек Подожди Не забегай далеко Про маму Еще отдельно поговорим Когда ты точно понял Что ты будешь заниматься музыкой Только музыкой Слушай В пять лет я это понял Когда я услышал Первый раз Именно Как раз таки Вот Ози Осборна И я такой Йоу Я хочу быть как он И уже начал Другие группы слушать И я начал понимать Что я хочу быть Вот рок-звездой Хочу быть музыкантом Хочу петь Даже я помню Что-то в хоре В церковном пел Одно время было дело Вот И короче Я понимал Что я хочу быть артистом Музыкантом Я уже точно Для себя тогда понял Что я хочу быть музыкантом Я не хочу работать На кого-то Не хочу Просыпаться И понимать Что нет Я работаю Потому что Мне надо заработать Нет Я хочу именно заниматься Вот конкретно музыкой Есть Понятно Друзья Сейчас будут треки Музыкантов Которые тоже давно поняли Что они хотят заниматься Именно музыкой И кажется У них это неплохо получается Трендчарт В самом разгаре Трендчарт Лайк ФМ Лайк ФМ Трендчарт Лайк ФМ Продолжается в гостях У нас сегодня Ган Вест Эй Раз уж ты сам Заговорил про маму Кто главный человек В твоей жизни Конечно же мама В первую очередь В первую очередь Я Если знаешь Если даже Наступил бы такой момент Когда мне Сказали бы музыка Или мама Я выбрал бы маму Я бы бросил все бы И Потому что Она пожертвовала всем Абсолютно всем И здоровьем И всем Чтобы я вот сейчас Сидел здесь Поэтому Тут выбор очевиден Сейчас она остается Там же в октаву Ты пока не привез ее сюда Ну она не хочет пока Не знаю Да Я сейчас хочу Короче Блин я сейчас не знаю Просто вдруг моя мама Будет слышать эфир Не буду говорить Я хочу Хочу сделать Чтобы у мамы Не было другого выбора И она приедет Вот Завести внуков Не-не Внуков пока нет Но на самом деле У меня пока нет даже девушки Поэтому как бы Ага Такие девчонки сейчас все Вот Ну девушки у меня нету Поэтому я пока об этом Честно не думаю А девушки нету У нас был вопрос У меня был про это Рад что ты сам опять Про это упомянул Спрошу у тебя Но у тебя есть отпечаток Губ на шее Эй И не один И на лице тоже А чьи На лице это губы Губы ребенка Они небольшие А на шее Губы явно женские А кто Это олицетворение чего-то Короче Это большое Большое внимание С стороны женского пола Значит Ну тебе вообще поцелуй Ну я не юзал Там я не смотрю Я когда татуировки бью Я не смотрю там в интернете А что обозначать две полочки там На носу Нет такого нет как бы Я просто типа Своё понимание даю татуировкам Своё обозначение даю Для меня поцелуй Это какое-то внимание Такое повышенное Типа тебя любят Типа целуют Вот как-то так На концертах Очень многие девчонки Которые стоят под сценой Хватают тебя за руку Вот прям я видел Твой лайв И прям выдерживаешься за руку И ты читаешь Ты прям Да Поешь Скажи пожалуйста Есть какой-то типаж женский Который у тебя особенно вдохновляет? А девочки которые мне нравятся Ну да Слушай Чтоб они не становились поближе к сцене В следующий раз На самом деле Прям нет такого определенного типажа Мне главное Вот знаешь Я люблю всегда с человеком По душам поговорить Знаешь Заглянуть во внутренний мир человека Если этот внутренний мир мне нравится То и мне начнет человек симпатизировать Ну типа знаешь Конечно Внешний вид он тоже как бы нужен Кто бы там не говорил Что ни внешность ни война Конечно Все равно Ты как-то смотришь У тебя есть какой-то вкус Там туда-сюда Вот Но типа Это как бы Ну ты смотришь Что приятная Адекватная Нормальная девочка Вот А дальше ты уже заглядываешь Туда внутрь Вот Ну в первую очередь Я люблю Когда девочка естественная Ну то есть Типа без всяких Вот этих вот знаешь Моментов Она пытается Притворяться Либо тем Кем она не является Типа Вот какая есть Такая Если ты любишь В носу ковыряться Отлично Типа вот Какая есть Такая есть Ну ты же не успеваешь На концерте поговорить С поклонницами Но ты же кому-то даришь цветы Кому Вот кто Как ты выбираешь Этих людей Которым даришь цветы Которая вот Вот такая который стоит и вот так вот колбасить слушай но если я не дам розу она у меня кстати недавно одна девочка в обморок упала где ты подарил целый букет и как бы я она короче упал я типа вниз прыгнул поднял ее она опять упал ну типа это опять лечена тип увидел что я на руки взял на принцессы поступали раньше знаешь падали в обморок перед принцами которые нравились да да ну слава богу привели в чувство я и там лично от себя эту розочку подарил она была счастлива вот друзья вы знаете как поступать чтобы вам ганвест подарил цветы покажи еще раз крик который должен быть так вот кричите и помороз будет мальчики пожалуйста это важно трендчарт продолжается треки крутейшие прямо сейчас для вас и так трендчарт лайк фэм в гостях у нас сегодня ганвест нам весело хорошо скоро начнем дарить цветы это не точно опять же из твоих соцсетей прочтенная тебя сравнивают часто с двумя людьми это мое такое наблюдение с лил пимпом из бузовой это странно ладно согласен я бузову люблю на мне очень нравится симпатизирует как личность как человек ей тоже говорили ерунду ей тоже говорит что она такая сика до сих пор про нее там всякие до хейтеры там все дела но она несмотря ни на что все равно все дело и гнет свою линию гнет свою линию вот сильный человек вот поза это ей большой респект вот а насчет лил пипа ну я не буду отрицать что мы с ним похожи не буду отрицать что чем-то мы там схожи там какие-то татуировки мне там говорят что типа вот у него тоже роза но по большому счету я даже не пытался как-то косить там под лил пипа мне любит нравится я не буду врать как бы я его слушаю до сих пор слушаю мне очень симпатизирует как как артист как персонаж как человек как лично очень много интервью про него читал и смотрел интервью как он рассуждает и говорит ну вот как будто родственная душа и мне кажется просто гений мы стоят одинаково типа так получилось что вот он тоже же рок-музык высоко да хорошо он тоже рок-музык услышал как бы ему тоже нравилось там ногти красить это тоже здесь никому не докажу что это 5 лет красил ногти они же видят картинку конечно типа просто он первый задал как бы этот тренд за рубежом ну то есть типа ногти там туда-сюда вот но хотя если там посмотреть там есть очень много групп рок-групп которые выглядят как лил пип огромное количество но никто же не говорит лил пип там выглядит как вот там вот эти вот ну за рубежом просто другая немножко политик абсолютно тратчем затронули соцсети самое нелепое что писали тебе в директ самое не знаешь обычно спрашивают меня зачем ты красишь ногти вот 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 самый частый давай так топ-3 самых непонятных вопросов тебе сдающих номер один про ногти зачем ты красишь ногти это раз ты дурак но только в матерном понятно номер два и вот и третье мне спрашивают что сейчас я вспомню скажу а ты настоящий вот прям вот это тоже а ты не фейк ого типа где галочка а типа неподтвержденный аккаунт да типа неподтвержденный пока аккаунт ну я ж не буду объяснять дадут галочку но пока ее нет ну типа дадут тогда давай еще что самое приятное тебе написали за последнее время в директ его бро на мне такие пару вещи пишут вплоть до того что и ты там меня вообще вывел на чистую воду я слушаю твою музыку выхожу из депрессии я так вообще ну то есть такие вещи пишут что чуть ли я там их не жизни поменял тима или как-то я на пусто вот вот я слушаю твои треки я вижу себя в этих песнях типа мне становится легче я понимаю что я хочу дальше продолжать жить то что я их мотивирую я просто очень много с ними разговариваю на концертах постоянно с ними разговариваю я прямых эфирах я всегда ну типа я для них пример и мотиватор я и как бы седаем говорю то есть что у вас всегда все получится никого не слушайте и как бы смотрите на меня я живой пример того что без денег без богатых родителей без всяких там не знаю связи родственников и друзей можно самому достичь цели которые ты хочешь главное просто как вот упертый просто идешь к своей цели ну не может быть чтобы тебя не полно не может быть вот 10 лет пройдет 15 лет пройдет но если ты будешь идти к своей цели ты обязательно к ней придешь вот мантра мотивирующая идите к своей цели друзья идите начинайте идти прямо сейчас а лучше нет давайте дослушайте тренд чарт выходите выходите к своей цели мы скоро вернемся к вам после классных трек тренд чарт лайк фм веселый пятничный радостный с ганвестом сегодня мы болтаем оля-ля-ля-ля-ля придумаешь все новые новые штуки а 1018 прошедший особенно его декабрь до конец года стал для тебя очень продуктивным было несколько лизов несколько треков вышло январь оливье еще дома стоит да много просто январь девятнадцатого и впереди так мы понимаем альбом да да красные розы альбом ухты можешь поподробнее рассказать что там будет какие треки там будут там будет все новье или вот релизы эти войдут в него смотри конечно же войдут и старые треки которые до сих пор все слушают любят никотин там дурман вообще любой концерт все орут никотин постоянно ну уж извини это хит на все времена так будет всегда готовься мне кажется на юбилейных концертах будет рвать 50 лет ганвест я прям представляю в кремле кремлевский дворец ганвест 50 да вот и старые треки конечно же войдут и будет очень много новых треков неизданных треков которые я вот до сих пор сейчас записываю вот сейчас они уже на план уже уже на на сведение уже доделывают их вот но там на самом деле будут и треки в такие такой же стилей как допустим никотин там дурман будут и более именно поп такие треки более коммерческого лада вот будут и такие взрывные треки будут ну там типа знаешь будет все но большинство треков все-таки будут о любви потому что все-таки это альбом красные розы и вообще для меня цветы это очень важный момент и сами особенно от красной розы и поэтому это такая вся любовь в этом альбоме будет я расскажу о любви короче сколько будет только все треков ну примерно я еще пока точно для себя не выделила количество но больше десяти точно потом тур потом до сольные туры начнутся есть какие-то у тебя уже даты людям в конкретном когда потому что очень много в соцсетях спрашивают когда приедешь туда 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 какие-то какое-то понимание есть куда ты приедешь концерты в германии за рубежом вот у меня в ближайшем за рубеж береге тоже был концерт а по россии я все города не вспомню ну типа всякие там воронеж и ижевский знаю есть волгоград есть точно что-то там еще какие города там господи не не помню ну короче много городов я думаю что почти всю россию объездить а где посмотреть конкретное расписание можно он у меня есть официальный паблик вконтакте вот всегда всем говорю заходите в мой официальный паблик есть галочка я настоящий вот заходите туда и там календарик расписание городов и вот заходите и подписывайтесь и покупайте билеты в кассах покупайте билеты в кассах и будем встречаться на концертах галвестом друзья тренд чарт продолжается это еще еще не все тренд чарт лайк фм к сожалению завершается в гостях у нас сегодня ганвест и нам осталось подписать кружку руслан бери пожалуйста кружечку вот она рядом с тобой стоит новенькая свеженькая фреш подписывай и давай с тобой решим за что мы ее отдадим нашим слушателям твоим фанатам за что отдадим так как у меня выходит альбом так ну и есть старые замечательные треки отличные давайте мы наверное мы же любим танцевать любим танцевать но мы точно любим и мы тоже любим танцевать поэтому давайте нам на самый лучший какой-то креативный такой необычный а пусть даже придумать такой танец который просто станет вот как вирусным знаете типа что каждый второй будет повторять нью-скул давай ты подписывай я еще раз расскажу что делать значит смотрите друзья мы размещаем пост об интервью с ганвестом в наших соц сетях под этим постом ждем от вас видосики на которых вы танцуете в новом стиле все что уже было ранее вне зачета придумывайте свой танцевальный стиль каким он будет решать только вам и если ваш танец окажется самым оригинальным самым крутым самым безбашенным именно вам достанется кружка подписанная ганвестом на этом все но это не точно нам осталось чтобы только попрощаться и так дорогие мои слушатели дорогие мои фанаты дорогие мои ганвестята ребят что хочу вам сказать но не напоследок я вам не говорю пока я вам говорю до новых встреч хочу вам в первую очередь конечно же пожелать счастья в этом новом году пусть все ваши мечты обязательно сбудутся все ваши цели к чему вы идете к чему стремитесь не обращайте ни на кого внимание вы голос своей мечты так что следите за собой они за другими не ищите бревна в чужом глазу поэтому развивайтесь сами не смотрите на то что происходит в этом мире вот делайте свой мир пойдите си размножайтесь в общем любите друг друга побольше любви побольше счастья поменьше негатива вот просто живите и наслаждайтесь никого не слушайте вы вы лучше я вас люблю тренд чарт лайк в м лайк в а